Всем привет! С вами проводник по городу Кристина и программа Я в биске. Каждый год в конце марта мы отмечаем Всемирный день театра, и поэтому сегодня мне захотелось посетить наш биский драматический театр. На повестке дня комедия Александра Островского «Богатые невесты». Декорации к первой половине спектакля уже готовы. Первое действие разворачивается в курортном поселке. А за моей спиной проходит сейчас репетиция, ведь весь спектакль будет проходить подживую музыку. Мы направляемся в парикмахерский цех. Нас там ждет Артем Фоменко. Это актер театра, и он готовится к спектаклю. Пойдемте посмотрим. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Ну вот я смотрю, у вас такая интересная прическа. Вообще вы разные эксперименты разрешаете над собой ставить или как? Или сначала вы спросите, а что там будет, а потом только согласны на все? На самом деле, вы сейчас появились в тот момент, когда я только-только решился на этот эксперимент. У меня никогда я себе прически не делал на спектакле. Ну, по крайней мере, вот такого плана. Просто настроение такое хорошее, решил себя побаловать. И зрителя тоже. Артем, вот насколько я знаю, сегодня у нас спектакль «Богатые невесты». Какую роль будете играть вы? Я играю роль... Я забыл, как меня зовут. Цыплунов Юрий Михайлович. Ну, в общем, так скажем, чиновник. Служащий. Ну, времен Островского и покорения Крыма. Ну, а вы как вообще вот оцениваете? Вам эта роль подходит? Вот насколько вы в нее вживаетесь и можете прожить? Мне это, если честно говорить, то это одна из моих любимых ролей в этом театре сейчас. Она, несмотря на то, что это комедия, в ней есть где разыграться и, ну, так скажем, от комедии до трагедии. Вот она весьма интенсивна по своему движению и весьма, так скажем, весьма обширна. Ну, а сейчас в прихмахерском кресле Артема сменила Наталья Казанцева, и мы пообщаемся с ней. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о сегодняшнем спектакле и, в частности, о своей роли. Ну, у меня хорошая роль. Я в этом спектакле «Богатые невесты» играю Антонину Власевну Бедонегову. Это богатая вдова, которая ищет себе мужа, ей скучно жить одной. Вообще у меня подружки говорят, что сильно на меня она похожа, такая она веселая. Так же мужиков за рога. Ну, этот спектакль два месяца репетировали. Есть спектакли, которые за девять дней поставили, есть за две недели. Ну, этот классический, он сложный, текста много. Ну, два месяца. Я смотрю, у вас в руках какая-то необычная плойка. Вообще расскажите, что это, потому что я вижу это впервые. Это щипцы, да, используемые для зарывки волос. Очень, я думаю, древний вариант, который постоянно незаменимый, наверное, вещь даже в современное время. Ну, а вообще вот прически для героев кто продумывает? Это реже художник-постановщик. Специально дает эскизы, и мы уже смотрим, из каких материалов, из чего будет создаваться для артиста данная прическа. Я исполняю роль пляжа. Пляжного бармена. Можно сказать, что это рассказчик. То есть, каким-то образом он вращает все это действие. Все-таки классика, островский. Но персонажа этого нет в пьесе. Он в одной персонаж. Я слышала, как вы исполняли песню «Там, где клён шумит». Вы вообще профессиональный музыкант? Ну, как сказать профессиональный? Я артист, нас этому всему обучают, естественно. Ну, до этого он ходил в музыкальную школу. Как говорил Валерий Золотухин, хорошему вору всё впору. То есть, какие-то навыки, которые у меня остались из детства, они мне здесь, соответственно, пригодились. Ну, а сейчас мы пройдём в женскую гримёрку, и Наталья примеряет на себя уже полный образ. Нынешним летом здесь жила, много себе удовольствия видела. И вы здесь жили. Где вы теперь живёте? В Москве. А вот нынче живут так никакого. Куда вы всё смотрите? Нет, вы фальшивите. Вы какую-нибудь девушку посматриваете. Какие право всё-таки мужчины увидят молоденькую девушку, так уже глаза-то и таращат. А разве не всё ли равно? Анна Афанасьевна с сыном. Какой милый, какой интересный молодой человек. Ещё? Зритель не будет ждать. Сварка. Мар, давай первый звонок. Здравствуйте, молодой человек. Скажите, пожалуйста, вообще как часто ходите в театр? Хожу в театр часто, но в убийский драматический мы пришли в первый раз. Мы приехали на сборы и решили посетить театр. Я вообще вот приехала в гости к бабушке с дедушкой и решили сходить в театр. Ну вот, пришли. Какие всё-таки мужчины. Увидят молоденькую девушку, так уж глаза-то и таращат. А разве не всё ли равно? Вообще весь женский пол. Вы не соседку ли мою посматриваете? Какую соседку, я сказал, генерала, что? А то, что дачу напротив наняла, она вчера переехала. Это моя знакомая, что мне на неё смотреть? Я каждый день могу её видеть, когда захочу. А какого она роду? Хорошего. Девица? Девица. А знакомства какие? Знакомства хорошие. Всё это правда, совершенная правда. Так женись. Да что вы, что вы, на ком? Разве это возможно? Да чего ж невозможно? А? Значит, пары тебе нет на всём белом свете. Достойных тебя и отбегу и жертв. Может быть и есть. Ей было тогда лет тринадцать или четырнадцать. Но она была совершенный ребёнок. Вся прозрачная. Тоненькие пальчики. А сколько детского кокетства в ней было. А как грациозно она встряхивала и закидывала за уши свои пепельные волосы. Вы докладываете по порядку, как вам приказано. А что хорошо, что плохо для Валентины Васильевны, это уж моё дело. Ну и что это, ваша вдова? Как её там? Бедонегова. Берется, румянится, пьёт Мадеру. Так точно, ваши плёси. Далее. Работа над спектаклем шла хорошо, творчески. Ну спектакль это Островский Александр Николаевич. Самый такой мощный наш драматург, отечественный. Комедия, ну в основном комедии писал. Ну одна из последних его комедий. Материал интересный. Работа нам нравится. В конце марта мы отмечаем Всемирный день театра. Расскажите, пожалуйста, вы как с коллегами празднуете? Ну, бывает по-разному. Бывает, что мы играем спектакль в этот день и потом, так скажем, отмечаем уже в кулуарах театра. У нас, видите, работа специфичная весьма. У кого когда-то праздники, так мы в эти дни работаем. Для нас праздники так редко бывают праздниками. Мы в основном всегда в работе, в творческом процессе находимся. Часто ходим в театр, спектакль великолепен. Островские современные интерпретации просто прекрасны. Актеры стали больше петь и танцевать. Ну, просто самые лучшие впечатления о театре. И о спектакле об этом конкретно самые лучшие впечатления. Сегодня я в Бийске побывала за кулисами драматического театра и узнала для себя очень много интересной информации. И да, кстати, комедия «Богатые невесты» мне очень понравилась. Всем советую посмотреть. Ну, а на сегодня наша экскурсия окончена. С вами была я, проводник по городу Кристина. Увидимся ровно через неделю. Смотрите программу на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск. Мой город», в социальных сетях «Одноклассники», Facebook и ВКонтакте, а также на портале «Я в Бийске». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова